Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Хорошая новость для автомобилистов и жителей поселка Волгарь. В Самаре сегодня открыли технический проезд по улице Шоссейная. Как снизить число сердечно-сосудистых заболеваний? Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов сегодня побывал в кардиологическом диспансере. На 84 обманутых дольщиков в Самаре станет меньше. Дом на Садовой 256 сдадут в эксплуатацию до конца года. Струковский сад, набережная и улица Куйбышева. Впервые в Самаре фестиваль цветов пройдет на трех площадках. Ночной забег с фонариками, футбол, баскетбол, армрестлинг и шахматы. Самарцы отметили День физкультурника. В Самаре заработал временный проезд по улице Шоссейной. Теперь водители, желая попасть в южный город или на 116-й километр, смогут ехать по прямой, минуя Народную и Казачью. Напомним, основную дорогу перекрывали из-за работ по строительству Фрунзенского моста, который будет готов к осени. Когда Шоссейная заработает на полную мощь и по ней пойдет троллейбус шестого маршрута, узнала Валерия Куценко. Технический проезд по улице Шоссейной открыт. Раньше машины двигались в объезд по улице Казачьей. Теперь транспорт вернется в обычный режим и поедет по прямому маршруту по улице Шоссейной. Такая схема движения временная. Как только завершится строительство Фрунзенского моста, Шоссейная заработает на полную силу. Здесь будет четырехполосное движение. Пока движение по улице Шоссейной организовано в две полосы. А на перекрестке улиц Шоссейной и Народной включили светофор. В ближайшие, наверное, недели подрядчики там организуются и можно будет открыть движение уже целиком. Сейчас светофор снова работает. С утра сегодня здесь были представители подрядной организации, операторы, управляющие светофором, мониторили ситуацию, смотрели, какие светофорные фазы оптимально подобрать, чтобы не было затора именно вот на этом повороте. По отзывам ситуация была нормальная. Каждый день так приходилось ездить. То есть, расскажи, были пробки сильные или как? Да, бывало, в час пик стояли. Конечно, так привычно всю жизнь ездили. Так намного удобнее, чем объезжать. Развязку, видно, сделали хорошую. А здесь все будет супер. Сухой Самаркель будет не хуже ездить теперь, потому что у нас два светофора получается. Один вот с Волгаря выезжает, один вот здесь получается. Два мы теперь проезжаем светофор. Надеюсь, теперь будет лучше. Четыре полосы обещают открыть к концу августа, когда вся шоссейная будет сделана. Сейчас на обочине дороги устанавливают фонари и столбы для контактных сетей популярного маршрута троллейбуса номер 6. Пока он работает по временной схеме, доезжая до хлебозавода. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События. Дорогостоящие аппаратуры для спасения жизни. Глава регионального министерства здравоохранения проверил работу нового оборудования, приобретенного специально для пациентов самарского кардиодиспансера. Анатолий Головко пообщался с врачами, которые пользуются современной техникой ежедневно. Операционные и скрининговые кабинеты самарского кардиологического диспансера оборудовали по последнему слову техники. Теперь врачи могут использовать самые новые достижения науки в области медицины на благо пациентов всех возрастов. В лечебном учреждении появились современные наркозно-дыхательные и ультразвуковые аппараты, а также ангиографический комплекс. Оборудование приобрели на деньги областной казны. Работу жизненно необходимых приборов проверил министр здравоохранения Михаил Ратманов. Мы надеемся, что данное оборудование позволит сохранить жизнь как наших старших, так и наших маленьких пациентов. По словам специалистов, новейший наркозно-дыхательный аппарат Персеус не имеет аналогов по Волжье. Самарские врачи используют его с начала июля 2019 года. За это время медики выполнили 29 оперативных вмешательств. В том числе провели 28 операций у детей с врожденными пороками сердца, еще одну для взрослого пациента. Стоит отметить, что средства для приобретения медицинского оборудования поступают не только из областного бюджета. Часть денег выделяют из территориального фонда обязательного медицинского страхования. Вообще в 2018 году было приобретено 49 единиц медицинского оборудования на сумму 56 миллион. В этом году это уже сумма порядка 100 миллионов. Современный ангиографический комплекс – настоящая находка для кардиохирургов. Он обладает системой защиты от облучения и позволяет снизить нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал больницы. На сегодняшний день выполнено больше 150 операций на этом аппарате. Порядка 70% – это пациенты с острым коронарным синдромом, которым требуется экстренная медицинская помощь. Напомним, что новое медицинское оборудование в самарских больницах появляется благодаря национальному проекту здравоохранения. Одним из его важнейших направлений является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пристальное внимание уделяют развитию детской медицины. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Еще один долгострой в Самарской области скоро будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома по улице Садовая, 256, ждали этого более 15 лет. На стройплощадке побывала мэрия Елчан. Когда можно будет отпраздновать новоселье? Вопрос, который не дает покоя 84-м обманутым дольщикам. Достроить дом на Садовой, 256, должны были еще в 2012 году. Изначально застройщиком была фирма МЖК «Астра». Она обанкротилась и стройка остановилась, не успев начаться. Дом включили в перечень проблемных объектов. Для того, чтобы решить проблему, Минстрой Самарской области провел конкурс, чтобы найти компанию, которая завершит строительство. Застройщиком выбрали «Юниверсстрой». Мы начали строительство полтора года назад, практически, где-то меньше двух лет назад, с нуля, с котлована. И вот на сегодня мы находимся с вами уже на крыше 17-этажного дома. В доме почти на 100% уже готова котельная, проложенная канализация и водопровод. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж электрики и вентиляции. Ежедневно на стройплощадке работают порядка 40 рабочих. Это объект в центральной части города, естественно, с проблемами изначально разрешительной документации. И, естественно, достраивать начатый объект, тоже очень неблагодарная история для застройщика. Более 15 лет уже этой истории. На сегодняшний день 84 дольше удовлетворены либо предоставлением жилья в этом доме, либо предоставлением компенсаций. Дом запланирован на ввод в эксплуатацию в этом году. Еженедельно проводятся рабочие совещания с представителями застройщика, подрядной организации и госинспекцией строительного надзора. Для осуществления тех мер, необходимых для подключения коммуникаций, для создания комфортной среды, для благоустройства, для всего того, чтобы дом, согласно всем нормативам и согласно той проектной документации, был везен в эксплуатацию в этом году. До конца этого года от статуса проблемного должны избавиться 8 домов. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед правительством Самарской области и главами муниципалитетов. В перспективе проблема долевых недостроев должна быть решена полностью. В начале июля главой региона был подписан закон о мерах господдержки участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Он предусматривает расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания мер господдержки как дольщикам, так и застройщику и конкурсному управляющему, осуществляющему достройку проблемного объекта. Кроме того, документом закреплено отсутствие доплат с людей, полностью оплативших квартиру. Как пояснил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, весь этот комплекс мер должен помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас ведется разработка всех необходимых подзаконных актов. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Пять новых дорог построят в микрорайоне Волгай по национальному проекту «Жилье». Об этом стало известно на еженедельном совещании в городской администрации. По информации департамента Града строительства, три муниципальных контракта заключено, ведутся строительные работы. Два муниципальных контракта сейчас в стадии заключения. Завершаются торги по первой очереди улица Солженицына с выходом на парк «Дружба народов» и выезд на улицу Народную. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Самаре обновят улицу 22-го партсъезда. Был заключен муниципальный контракт на проектирование и реконструкцию 22-го партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова. Здесь у нас победителем по конкурсу также стало муниципальное предприятие. Это струнно-планировочное бюро, которое уже в настоящее время проектные работы осуществляет. В данное время конкретно проводят инженерные изыскания на территории. В Самаре отметили День военно-воздушных сил. Цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина возложили ветераны и военнослужащие. С людьми, для которых авиация и жизнь неразрывно связаны, побеседовал наш корреспондент. На парадном кителе Николая Полянского один из самых почетных боевых орденов СССР, Красного Знамени. Его он получил за операцию в Афгане, где его вертолет успешно накрыл огневую точку. Всего за штурвалом Николай Полянский провел 30 лет. А сейчас, в День военно-воздушных сил, пришел вместе с боевыми товарищами возложить цветы к бюсту Гагарина. Встреча. Вот это вот самое главное. Потому что все на пенсии редко встречаемся, но вот в такие праздники, как День авиации, 23 февраля. На памятное мероприятие собрались и ветераны, и действующие военнослужащие Воздушно-космических сил нашей страны. Их поздравили коллеги и представители областного правительства. Большое спасибо правительству нашей страны прежде всего. Спасибо то, что наш губернатор оказывает в этом вопросе большую поддержку и помощь. Это пример для молодых. Нигде, наверное, ни один вид вооруженных сил не привлекает столько молодых людей, как военно-воздушные силы. Мы с авиацией связаны, не развиваны, а морская область. Это наука, это новые технологии, это производство, это рабочие места. Это пример для юного поколения, как жить дальше. Брать, с кого есть пример. В завершении праздника ветеранов наградили памятными грамотами и знаками. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Рог над Волгой вернется в Самарскую область уже в следующем году, сообщил в своем инстаграме губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, за пять лет проведения фестиваль стал традицией. Глава региона также сообщил, что в июне 2020 года фестиваль пройдет на нескольких площадках, главной из которых станет стадион Самара-Арена. Формат меняется, но суть остается прежней. Лучшие российские и зарубежные артисты, любимая музыка и незабываемая атмосфера, пообещал Дмитрий Азаров. И попросил подписчиков назвать исполнителей, которых бы они хотели услышать со сцены. Фестиваль «Рок над Волгой» проходил в Самаре с 2009 по 2013 годы и был приурочен к празднованию Дня России. На него приезжало до 700 тысяч зрителей. Перед Самарской областью стоит задача войти в топ-5 рейтинга регионов по инвестиционной привлекательности, рассказал в интервью ТАСС.ру губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона напомнил, что сейчас область занимает 24 место в национальном рейтинге и входит в десятку регионов с лучшей динамикой. При этом осенью 2017 года она занимала лишь 65-ю позицию. Менее чем за два года мы поднялись на 41 позицию. Такой рывок региона даже отметил президент России Владимир Путин. Вы должны понимать, что положение в рейтинге – это не просто строчка в списке. Для предпринимателей это удобные условия прохождения всех разрешительных процедур, а следовательно снижение сдержек и сокращение сроков реализации проектов. Для жителей – создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет для социального развития городов и районов, отметил Дмитрий Азаров. По его словам, сейчас во все коллегиальные органы включены представители бизнеса, деловых объединений и ассоциации предпринимателей, зарегистрированных в Самарской области. Благодаря механизмам государственно-частного партнерства, в прошлом году в регионе введено 7 объектов стоимостью почти 5 миллиардов рублей и создано более тысячи рабочих мест. В День физкультурника определился обладатель Кубка города по футболу этого года. На стадионе «Металлург» прошло несколько футбольных матчей. Играли команды разных возрастных категорий – от 20 до 35 лет и ветераны. Подробнее Елена Малютина. День физкультурника – один из главных праздников для Геннадия Агуреева. Всю жизнь он посвятил спорту. 11 лет играл в футбольном клубе «Крылья советов» на позиции вратаря. Потом преподавал физкультуру в школе. Сейчас Геннадий Иванович на пенсии, но с удовольствием вспоминает девиз, с которым выходил на поле, и трудовые будни физрука. Учил прыгать, учил бегать, учил на лыжах кататься, учил играть в какие-то игры. Нормально, 45 лет в одной школе. Ежегодный летний чемпионат по футболу за Кубок города среди команд ветеранов 35+, традиционно проходит в августе. На поле за первенство сражаются «Крылья советов» против команды «Юнит». Всегда приятно и интересно смотреть ветеранов, потому что среди ветеранов «Крылья советов» играют такие футболисты, как Антон Бобер, Корчагин Анатолий, Сергей Корчагин. То есть ребята те, которые реально прошли хорошую школу, и сегодня они на футбольном поле показывают хороший футбол. Ожесточенная игра для «Юнита» обернулась неудачей. Футбольный клуб «Крылья советов» обошел соперника со счетом 3-0. За динамичной игрой с интересом наблюдают легенды самарского футбола. Среди них и Равиль Аряпов, главный бомбардир «Крыльев» 70-х годов. Он виртуозно владел техникой нападающего и был одним из самых востребованных футболистов. Его приглашали в самые именитые клубы страны, в том числе и во все без исключения московские команды, во главе с прославленными «Спартаком» и «Динамо». Но он остался верен родной команде. Каждый год в День физкультурника он приходит посмотреть игру любимой команды. Праздник, кто любит футбол. Приходим, смотрим, вспоминаем свою молодость. Когда еще, может, играли за ветеранов и за клуб. Поэтому ждем всегда этот день, День физкультурника. Это всегда был праздник. Популяризация футбола, во-первых. И, во-вторых, для ребят, которые закончили на таком высоком уровне, продолжают играть. Это для них для здоровья, для того, чтобы побегать, пообщаться. Хороший такой пример для того, чтобы в субботний день, тем более такая хорошая погода, не сидеть дома, прийти на футбольное поле, прийти на спортивные площадки. После ветеранов на поле вышли команды категории от 20 до 35 лет. За Кубок города сражались «Сокол» против «Нефтяника». Последняя забрала трофей с отрывом 3-0. Елена Малютина, Константин Головин. События. Кадровые изменения в городском департаменте спорта. Ведомство возглавил Дмитрий Чеканов. Нового руководителя на еженедельном совещании в мэрии представила глава Самары. Елена Лапушкина пожелала Дмитрию Чеканову удачи в работе на новом посту. Он уже приступил к своим обязанностям со среды прошлой недели. Уже поучаствовал в мероприятии в ночном забеге огни Самары. Надеюсь на вашу поддержку на первых порах. Ну, вам удачи, Дмитрий Ильич. Темнота и дождь – спорту не помеха. В Самаре необычно отметили День физкультурника. Горожане изъявили желание устроить вечерний забег с фонариками. Власти их поддержали. Спортивный праздник прошел во всех уголках Самары. Вот как это было. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется. Водными займитесь процедурами. Зародился День физкультурника в далеком 1939-м. И с тех пор, из года в год, его проводят во вторую неделю августа. Не стали исключением и военные годы. В этом году у спортивного праздника юбилей – 80 лет. Впервые за всю его историю самарцы отмечают этот день вечером. Дождь и темнота – спорту не помеха. На набережной организовали более 30 площадок от федераций, спортивных школ и клубов, на которых с показательными выступлениями и мастер-классами выступали молодые спортсмены. Как дела? Шумаж! Давай-давай-давай, присоединяйся! Баскетбол, армрестлинг, шахматы, уличные танцы. День физкультурника собрал тысячи любителей спорта вне зависимости от возраста и профессии. Держи, 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 держи. Одно из главных событий вечера – масштабный ночной забег, собравший более 700 участников – как профессионалов, так и любителей. Несмотря на высокую конкуренцию, атмосфера дружеская. Настояние огненное, мероприятие глобальное, интересная концепция. Все с фонариками, у всех настроение побегать, несмотря на дождь. И огромное количество людей, вы сами все видите. И это говорит о том, что любительский бег у нас развивается. Идея пробежаться поздним вечером возникла у самарцев. Инициативу поддержали городские власти и организаторы. Старт забегу дала глава города Елена Лапушкина. Три, два, один! Старт, 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 старт! В темноте с фонариками спортсмены прошли трассу в 5 и 10 километров. Это прошлогодний чемпион Виктор Самулов устанавливает новый рекорд трассы. Все хорошо, погода на плюс пошла, не очень жарко. И дождлив погода лучше бежит. В прошлый год тоже все идеально было, все понравилось, так же как и в этом году. Все идеально. Организаторам спасибо, старались. Когда бежать все лучше, днем или ночью? По настроению. А сегодня какое настроение? Сегодня отличное настроение. После забега самарцы собрались возле главной сцены послушать праздничный концерт и потанцевать. Поехали! Елена Малютина, Николай Епифанов, События. 24 августа в Самаре пройдет фестиваль цветов. Впервые масштабный праздник охватят три площадки. По улице Куйбышева пройдет яркое карнавальное шествие, а также проедут украшенные цветами ретро-автомобили. Концертная программа запланирована в Струковском парке. Также там откроются 20 тематических площадок. Самарцы смогут более подробно узнать об истории старейшего парка города. Посетить выставки Старая Самара, Городская усадьба, Самара Купеческая, Революционная Самара, Стиляги, Цирк Шапито. Начнет работу ярмарка мастеров. Специалисты ландшафтного дизайна разместятся в Струковском парке арт-объекты и цветочные композиции. В этом году на фестивале планируют представить первый тактильный сад. Его адаптировали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционная выставка продажи пройдет на набережной. Расположится достаточно большая выставка продажи коллекционеров комнатных растений, а также продажи зелеными насаждениями, семена, комнатные растения, удобрения, посадочный материал. Рассчитываем, что это будет порядка 70 участников, которые будут организовывать там торговлю. Реализация проекта «Культурное сердце России» продолжается. Более 300 концертов, фестивалей и творческих программ было организовано в этом году в Самарских дворах, парках, скверах, на набережной в рамках общественного проекта, который реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Каждые выходные вплоть до конца августа муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа «Джаз-Вояж» под руководством Андрея Беспалова радует самарцев и гостей города бесплатными концертами в Струковском саду на набережной в парках 50-летие октября и Победы. Анатолий Назаров хорошо знаком с репертуаром муниципального самарского духового оркестра. Каждые выходные он приходит в разные парки города, чтобы послушать и потанцевать под любимую музыку. С собой приглашает и друзей. Программа очень нравится. Вот конкретно сюда вот сегодня я пришла первый раз. Собственно, практически случайно. Вот друзья в лице Анатолия Назарова меня пригласили. И я очень рада, что я сюда пришла. Прекрасная музыка, отличная атмосфера, замечательные люди. Мне очень нравится. Я прихожу уже не первый раз в этот парк, но я просто люблю очень танцевать под духовой оркестр и стараюсь не пропускать эти события. Взрослый народ знает где, когда и во сколько. Мы с удовольствием приходимся. Кто-то посидит на лавочках, кто-то послушает музыку, кто-то потанцует. Это просто уникально для нашего города. Вдоль по Питерской – сиреневый туман, калинка, ягода-малина. В Парке Победы муниципальный духовой оркестр исполнил часовую программу более 15 композиций. 17 августа 18.00 на набережной около ярмарочного спуска выступит муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана с большой заключительной программой летнего сезона. А 30 августа в Загородном парке пройдет заключительный летний концерт «Джаз-вояж» под руководством Андрея Беспалова. Послушать звуки музыки можно будет и в Струковском саду 24 августа. Там пройдет праздник цветов, на котором выступит муниципальный концертный духовой оркестр под руководством Марка Когана вместе с губернским оркестром из Нижнего Новгорода. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. На второй неделе августа самарцы активно интересовались у Яндекса культурными и спортивными событиями. Так, наибольшее количество запросов от жителей области, по данным поисковой службы, пришлось на премьеру долгожданного фильма «Квентина Тарантино. Однажды в Голливуде». Это девятое и, как говорит сам режиссер, предпоследнее его картина, с чем, скорее всего, и связан интерес. Также самарцев интересовали матчи ЦСКА с Сочи и московского «Спартака» с «Ахматом». Эти же матчи во главе списка самых популярных запросов за 11 и 12 августа. Интерес ожидаем. Напряженный матч ЦСКА завершился в ничью. И разбитым носом нападающего красно-синих Федора Чалова. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»